Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Возвращаясь к истокам». В прошлой программе мы говорили о троице. Сегодня мы продолжаем нашу беседу. В гостях нашей студии настоятель храма Святой Блаженной Матроны Московской, поселка Шкотово-Протерея Роман Черников. Здравствуйте. И пастор церкви «Новая Надежда», поселка «Новый пасторь» Сой Евгений. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу беседу. И, как вы помните, в прошлой программе мы говорили о Духе Святом. Очень часто в репродукции, когда говорится о троице, мы видим икону, изображающую трех лиц. Три ипостаси, может быть, или три фигуры. Вот кто там изображен на этой иконе? Ведь, на самом деле, если там Бог-Отец, то его никогда никто не видел. Кого же изображают? Я бы хотел сказать об этом, потому что я видел ту икону, о которой вы говорите, а именно икона Андрея Рублева, 14 век нашей эры, в Третьяковской галерии, когда еще учился в Московской духовной семинаре. Есть много и другие иконы. Есть и другие иконы. Но это шедевр, как раз это копия с той иконы чудотворной, которую заказал иконописцу Андрею Сергею Радонежкой, преподобный Сергею Радонежкой, для храма Святой Троицы, в котором как раз он служил. И как раз Троица Сергея Лавры так и названа. Троица Сергея Лавры, в первую очередь, именно потому что, главное, она посвящена Святой Троице. И как раз на этой фигуре, вернее, на этом образе изображены три фигуры, трех ангелов. И в Бытие, 18 глава, 1-2 стих, сказано следующее. «И явился ему Господь у Дубра в Мамре, когда он сидел, приходив в шатер свой, во время зноя дневного. Он возвел отчество и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». До земли кланяться можно только Богу. Это говорится о чем? О том, что пророку Аврааму, праведному патриарху Аврааму, явился Бог в трех лицах. И именно он сказал ему, что будет от него от цары сын Исаак, о том, что действительно она родит. Хотя она даже смеялась, когда это услышала слова, о чем Господь сказал, что почему цара смеется. То есть все возможно, нужно верить. И действительно через год у них родился ребенок. Можно я добавлю буквально пару слов о том, что когда говорилось в том месте Писания о проявлении, что Бог именно явился ему, зачастую в Ветхом Завете употреблялся момент, когда именно ангелы приходили как посланники от Бога. И зачастую, когда говорили, что Бог явился или Бог пришел, то это символизировало пришествие ангелов, как посланников, которые открывали волю Божью людям и передавали послания. И я думаю, что в данном случае, именно в этом отрывке, здесь было упоминание именно об ангелах, которые пришли к Аврааму. И ни в коем случае не как отец, потому что Иисус, говоря об отце, он открывает это и говорит, что отца не видел никто и никогда. Но он тоже говорит, кто видел меня, тот видел отца. Да, с другой стороны, он говорит, да. То есть мы можем увидеть здесь очень глубокая теология, да, и сразу понять это, как это. С одной стороны, он говорит, что не видел, а с другой стороны, он говорит, видел. Как бы такое противоречие, да. Но если мы будем глубоко изучать, то мы можем увидеть, что на самом деле то, что говорится одним словом, оно имеет много разных смыслов. Например, я просто пример небольшой приведу. Например, слово «любовь». Когда мы говорим о любви, мы понимаем, я люблю спорт, я люблю музыку, я люблю жену или я люблю там вкусно поесть. Но когда мы говорим, например, в греческом контексте, слово «любовь», оно имеет несколько пониманий. Например, то же слово «любовь», оно имеет агапы, сторги, филио, мания и так далее. Много различных смыслов. И когда мы посмотрим с каждым смысловым значением, мы увидим, это одно и то же слово «любовь» с разных сторон. Поэтому говоря о Боге, о нашем Вседержителе, Творце, который создал всю Вселенную, мы можем на сколько его понять? Только на том уровне, насколько мы это можем понять. Насколько мы понимаем вообще этот мир, насколько мы можем постигнуть его. Не более того, но до конца, в полноте, понять мы его не можем. И говоря о том, что ваш вопрос был о Духе Святом. Да, кто же на самом деле вот именно как в Троицу… Можно ли нарисовать или описать? Да, я думаю, что когда Господь давал заповедь «не создай себе кумира» и никакого изображения, что на земле или на небесах, или под землей, или превыше небес, Господь имел в виду как раз-таки вот это значение, чтобы человек не создал себе ни какой-то образ, ни статую, ни так далее, никакого… Не обожествил какой-то предмет, но чтобы он поклонялся Богу в Духе и в истине. Как раз об этом Иисус говорит однозначно, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе и в истине. Вот как раз-таки в Духе и в истине это символизирует в Духе Святом, а истина это есть Слово Божье. Так же, как Отец есть и Сын, и Дух Святой Троица, вот этот великий догмат, которым Отец Роман говорил, что Отец равнозначен и Сыну, и Духу Святому, они трое едино. И то же самое Иисус, когда уходил с этой земли, Он сказал Своим ученикам, важное послание, молю Отца, чтобы вы были едины. Я думаю, что как раз об этом единстве и понимании Бога, я думаю, что в этом воля Божья сегодня, чтобы независимо от того, кто какую веру исповедует, кто как молится или крестится, или поклоняется иконам или нет, соблюдает праздники или нет, чтобы самое главное, познавали Господа Бога, что Бог, Он есть любовь. Поэтому и главная заповедь, которую дает нам Господь, чтобы мы научились любить. Отец Роман, ну как бы вот по иконе, потому что все-таки это православная святыня, да? Да, конечно. Вот является ли она канонической? Да, как раз этот образ является канонической, он символизирует Троицу Ветхозаветную. Ветхозаветную Троицу, в которой, можно сказать, три ангела одинаковые. И вообще, то, что явился Бог под видом трех ангелов, очень важно, что здесь и говорится, что явился Ему Господь, у дуба Мамре, до сих пор дуб Мамрейский, здесь частица от этого дуба, Ему уже более пяти тысяч лет, в Израиле живет. Я извиняюсь, конечно, как-то правильно сказать слово, но вот напечатали, где же столько дуба-то взять-то? Да, здесь малая-малая частичка. Ну, я понимаю, за столько лет, я думаю, что… Еще раз говорю, малая частица, это их икона тоже в очень ограниченном количестве выпущена, да? До сих пор я сохраняю этот образ уже несколько лет. Так вот, именно Господь един в трех лицах. Можно сказать именно словами, кстати, чтобы более понять о том, кто есть Бог, Солнце, оно одно, одно, да? Солнце рождает всегда свет. Без света Солнце, в принципе, это будет уже не Солнце, да? И изводит из себя тепло. И свет несет именно тепло на Землю, которое рождается как раз, которое исходит от Солнца. Ну, это сравнительный образ, да? Это сравнительный образ. То есть это ни в коем случае не означает, что это именно так. Его применили Кирилл и Мефодий. И действительно, если вот сравнить, смотреть именно на Святой Дух, дает людям тепло, дает людям радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание. Именно на таковых уже нет закона, как говорит апостол Павел, да? Потому что они рождены в Духе Святом. Можно сказать, что по центру как бы изображается Бог Отец. Он благословляет Сына, с правой стороны сидит Сын, на жертвенную смерть на кресте. Дух Утешителя изображается в зеленом. Вот и действительно, трава изображается зеленым цветом и украшается Святой Троицей. Вернее, на день 50-й, можно так сказать? Я думаю, не надо, кто с какой стороны, потому что я готовюсь к этой программе. Читал, что некоторые говорят, но нет, что Христос как раз посередине, а Отец вот он справа сидит. Это спорный такой вопрос вообще. Можно сами в музее спорят, но тем не менее, Отец как раз смотрит на Христа, можно так сказать, да? И Христос повинуется, идет на жертвенную смерть на кресте. Есть Новозаветная Троица, еще изображается, где Бог Отец изображается как ветхий денми. На коленях у него восседает Богомладенец Христос и сверху Дух Божий, Дух Святой. Или в середине даже, да? То есть самое главное, действительно, вот о чем сказал Евгений, очень важно, что три лица Святой Троицы, их объединяет самое главное, да? Объединяет любовь. И вот именно как Бог Троичен, так и человек создан Троичен, да? И вот Дух, Душа и Тело. Очень важно как раз, что когда люди лишились Святого Духа, то именно уже не Дух стал главенствовать над действиями человека, то есть не духовной потребности, а через Дух как раз человек был соединен с Богом, с Духом Святым, да? А грешная плоть стала руководить человека. Да, совершенно верно. То есть сначала полоски, утешение, то есть поесть, попить, одеться, обуться, там блуд совершают, да, многие незаконно даже сожительствуют, то есть сексуальные отношения, потом бывает и пьянство, и убийство даже, да? А потом только люди начинают задумываться, что они натворили. И в человеке очень важно понять, что есть все-таки Дух Божий, Дух Святой в каждом человеке, да? Можно сказать, что как раз этот голос Божий, как раз это совесть, это голос Божий в человеке. И вот очень важно как раз прислушиваться, как говорил апостол Павел, да, что у каждого совесть есть, да, если она вас не обличает, да, то есть за ваши дела, наоборот, говорит, что вы правильно поступаете, конечно, Дух Божий. Но очень важно, что совесть как раз у христианина и у нехристианина, она, можно сказать, немножко разная. Не потому что голос Божий стучит по-разному, а потому что человек уже может... Роль Духа Святого здесь немаловажна как раз. То есть по букве закона поступает, да, и совершает, можно сказать, именно грех и преступление, да. Очень важно, что как раз в наших взаимоотношениях с людьми очень важно руководствоваться как раз заповедью о любви к ближнему, а не просто, так сказать, буква закона, которая там написана. Очень важно помнить те слова, которые Господь говорил, Иисус Христос, что так как вы хотите, чтобы с вами поступали в любви, так и вы поступаете с ними. В этом есть закон, как говорится, да, и пророки, что действительно нужно любить Бога и ближнего. А Бога можно любить через человека. И как раз если в человеке есть жертвенная любовь, то есть если человек служит другим, и порой, наверное, даже не столько важно, какой он динаминации, потому что Бог... Могут православные христиане попасть гораздо глубже в ад, чем атеисты даже, да, потому что они лишь... Ну это очень смелое такое заявление. Они могут... Почему? Потому что кому больше донос, того больше спросится. И если действительно мы только гробы покрашены, то есть если сверху... Внешне только человек говорит о вере. Совершенно верно, да. То есть мы живем так, а внутри мы поступаем по-другому, то действительно из-за наших действий имя Божьих улицы. Действительно есть священнослужители, которые в рясах, но совершают страшные дела и беззаконие. Это было до революции, и сейчас это проявляется, да, из-за чего, собственно, и революция даже случилась, потому что, к сожалению, даже православные священнослужители, даже монахи стали забывать о главном, о том, что будет страшный суд, и что мы все перестанем перед Богом, либо в ад, либо в гену огненную, либо в царство небесное. И вот именно когда мы перестаем об этом задумываться, о смерти, а нужно помнить, что часть смертней, тогда ты не будешь грешить вовек, как говорит Примуда и Сирах. Если мы забываем о смерти, если мы забываем о том, что мы временны, то тогда мы лишаемся Духа Святого. Почему? Потому что мы только начинаем заботиться о мирских делах. Ну, как апостол Павел пишет, что бедный ты человек, если ты помышляешь только здесь, в этом мире, получить что-то. Да, совершенно верно. У меня вопрос. Ну, как бы, я понимаю, что когда люди приходят и видят эту икону, то не надо искать, кто же из них, кто есть там, чтобы обратить свою молитву. Ну, совершенно верно. Да, поэтому нужно молиться, нужно сердцем и умом искать Бога, молиться посредством Духа Святого. Но вот у меня такой вопрос. Приходя в церкви и в храмы в том числе, я очень редко слышу молитвы тех же самых священников, которые обращены конкретно к Духу Святому о чем-либо. Вот есть ли такое? Нужно ли молиться Духу Святому? Знаете, видимо, у вас нет православного молитвослова и не читаете утренние и вечерние молитвы. Если вы читали утренние молитвы, молитвы вечерние, или даже там приложение есть перед началом всякого дела, перед началом всякого благого дела есть молитва Святому Духу. Это как раз молитва, которая дарована людям. В пятом веке нашей эры было сильное землетрясение в одном греческом городе. Все молились о том, чтобы оно прошло. Как бы отрок вознесся на небеса один, как бы Духом, видимо, Божиим. И там услышал молитву «Свят, свят, 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 Господь Савов». И молитва дарована еще была вот такая вот Царю Небесным, «Утешителю Души Истины». «И живи с детства, и вся исполняя впереди, все листья вны, и очисти на всяких скверных, спаси Блажа, душа наша». Я уже читал эту молитву на прошлой передаче. То есть, эту молитву постоянно мы говорим. И мы ее поем и в День Святой Трости, и перед началом каждого дела, и перед началом молитвы, молитв вечерних, утренних, перед началом каких-то правил особенных. Всегда читается эта молитва Святому Духу. Почему? Потому что именно невозможно познать Бога только Духом Святым. Невозможно молиться без помыслов грешных даже, без Святого Духа. То есть, молитва Духа Святому все-таки необходима. Конечно. Евгений, как? Еще бы я хотел добавить, что оказывается, Духу Святому не просто можно молиться, а нужно молиться обязательно, обращаясь к Богу. Ведь Христос, когда сказал, что я пошлю другого утешителя, что он имел в виду? Утешитель – это тот, кто понимает собеседника, тот, кто знает его проблемы, тот, кто знает, как подсказать, дать правильный ответ, направить человека – это роль Духа Святого. И мы видим в деяниях, описывается событие, что оказывается, Духу Святому даже можно солгать. Когда Анания и Сафира совершили грех, за который они поплатились жизнью, это был ярчайший пример для Первой Церкви, что нельзя обманывать Духа Святого. И Петр говорит, вы обманули, вы солгали не мне, а Богу, то есть Дух Святой. Он прямо говорит, да, солгать Духу Святому, солгать Богу. Кроме этого, в Новом Завете мы видим много, очень много посылов о том, что можно, кажется, Духа Святого оскорбить или уничижить, а с другой стороны, можно преисполняться Духом Святым. И это звучит как повеление, что верующие должны преисполняться Духом Святым. И если мы внимательно посмотрим Писание, там мы можем видеть много ссылок и много писаний, где говорится, что Дух Святой, Он просвещает человека, то есть дарует небесный свет, который дает понимание человеку о том, как нужно жить. Также Он освещает человека, то есть отделяет от греха. Кроме этого, Он наставляет человека, говорит человеку в сердце человека. Дух Святой отдает дары Духа Святого. Также Он преображает жизнь человека и может утвердить вере. То есть очень много посылов в Библии, говорящих о том, что не просто нужно молиться, ведь молитва – это не просто заученные слова, молитва – это живое общение человека с Богом. И все, что у нас есть на сердце, может быть, обида, одиночество, печаль, стресс, переживание, страх, обо всем этом мы можем открывать Богу, Духу Святому, и Он, в свою очередь, дает ответ человеку. И есть такое утверждение, которым говорит апостол Павел во втором послании к Оринфянам. Он говорит, где Дух Господень, там свобода. В нашем современном обществе человек настолько поражен различными, даже не просто грехами, а просто он поражен и не знает даже, как получить исцеление, как освободиться. Болезни, страхи, войны и так далее. Мы можем увидеть, что Господь желает, чтобы пришла свобода в жизнь человека. Каким образом ему освободиться? Принять Духа Святого. «Где Дух Господень, там свобода». Бесспорно, очень часто верующие, приходя в храмы, в церкви, имея нужду в чем-либо, они обращаются либо к святым, просят о помощи, либо ко Христу. Но в некоторых вопросах, слушая вас, я понимаю, что нужно обращаться к Духу Святому, потому что многое зависит от того, что ты сам будешь делать. Ну, смотрите, очень важно, кстати, по поводу иконопочтания еще сказать, что именно освящается икона Духом Святым, освящается мощи святых, да, то есть Духом Святым. Каким образом? Еще при жизни они действительно совлекаются от ветхого человека, будучи грешными, то есть раскаиваются, говорит Господь, да, покатить все вертие в Евангелие. Принимают Евангелие, отрекаются от сатаны, от всех дел его, и уже приносят в церкви, да, приносят Богу свою душу, свое тело, да, и уже при жизни получают освящение Духом Святым. И поэтому, когда люди умирают, их мощи порой становятся нетленными. И в каждом человеке уже святом действительно, почему мощи расходятся, даже частично мощей по своему свету, потому что в этой частице уже пребывает Бог, Дух Божий, Дух Святой. И поэтому, когда люди, почитая там мощи святых водников, даже целуют их, да, поклоняются перед мощами, да, они поклоняются не человеку грешному, они поклоняются Духу, Духе Святом, да, Духе Истинной. Они почитают Духа Святого. И очень важно, чтобы они просто почитали там частицу, поцеловали, чтобы селиться. В первую очередь нужно помнить о том, какую жизнь прошел этот человек, чтобы получить даже Святого Духа. Извините, а можно я задам вопрос отцу Роману, как бы он говорит сейчас о мощах, о целовании. Вот знаете, я вот просто лично, как бы, вот этот вопрос не совсем понимаю, зачем и для чего нужно целовать, как бы, кости, ну, останки умершего человека. Ну, какой бы он ни был святой, или какую бы праведную жизнь он ни прожил, я просто, как бы, ну, не нахожу нигде, ни в одном месте Писания, в Библии, что именно так нужно поступать. И сам Христос, когда Он учил, Он никогда об этом не говорил. Вот мы когда говорим о Духе Святом, да, преисполняться Духом Святым надо, изучать Писание надо, как бы, ну, удалять из своей жизни грехи, изменяться, как бы, ну, стремиться преображаться в образ Божий, стремиться к совершенству – это да. Но вот именно почему нужно целовать останки умерших людей, почему это является святыней, и как это вообще, вот, может быть, это отдельный, другой вопрос, как бы. Ну, я тоже думаю, это традиционный вопрос. Это не только традиционный вопрос, да, хотя… Или только православие, может быть. И в православии, и в католичестве почитается, да, мощи святых угодников Божьих. Вопрос действительно, это как раз… Если можно коротко. Можно даже отдельной темой. Еще раз я хочу напомнить, что как раз человек, который достиг обожжения, это самое главное, именно в жизни христианина, достичь обожжения, когда через покаяние, через там частое исповедь, там, причащение святых ирисовых тайн, и когда человек дает плоды святому Духу, то есть он любит и Бога, и ближних, и даже врагов своих, в нем почивает Дух Святой. И человек становится храмом Святого Духа. Ну, а как определить, в ком почивает Дух Святой, а в ком нет, кто обожжился, а кто не обожжился? Как раз здесь… В чем разница? Здесь именно следствие, то есть как… Вот праздник, который сейчас будет праздноваться через неделю святой, после Пятидесятницы, 26 как раз июня, буквально, да, завтра. Это праздник как раз всех святых, что действительно люди получили дар Святого Духа, и кто принимает крещение, кто пребывает во Христе, кто пребывает в Церкви Христовой, тот Духом Святым получает обожжение, святость. Как определить? Действительно, только тогда, когда в этом человеке еще при жизни были плоды Духа Святого, когда действительно он исполнил эти заповеди. И мощи святых, вот Александр Свирский, они до сих пор нетленные. Можно посмотреть, да. А если даже истрели мощи, но не до конца, да, эти счастья несут людям дар Духа Божия, дар Духа Святого. Люди подражают, стараются подражать именно в жизни, самое главное. То есть это такое свидетельство. Да. Ну, у меня вот такой вопрос, времени совершенно, потому что нет, может быть, это более другая беседа, более глубокая. Вопрос, где Дух Святой обитает? Вот Отец на небе, Сын на небе, а Дух Святой где? Хороший вопрос. Ну, очень важно, что Дух Божий везде Сын и вся исполнение, да, то есть Он везде сущий, то есть Бог везде сущий, и Дух Он Святой, Он везде. Нет, так сказать, как говорит пророк, что сойду в ад, и там ты, и там, где сница твоя. То есть, конечно, везде Дух Божий. Без Святого Духа вся Вселенная развалится. Дух дышит где хочет. Да, вся Вселенная. Но особые дары Святого Духа, простите, да, пребывают в тех христианах, которые как раз живут, исполняя заповедь Божия, стараясь любить Бога и ближнего. И тогда Дух Святой почивает в наших сердцах, в наших душах. И это очень важно, чтобы мы несли людям дар Святого Духа. Когда мы с человеком разговариваем и разговариваем с нервозностью, с раздражением, у нас уже нет Святого Духа. И поэтому человек не слышит тебя. Но своим Духом действует. Да, но не своим Духом, но еще и Дух нечистый. Христос сказал, вы не знаете, каким Духом вы водитесь, когда ученики те же Его, они говорят, Иисус, хочешь, вот мы сейчас помолимся, чтобы... Самарян. Да, сошел сейчас огонь с неба и сжег, просто уничтожил тех, кто нас не принимает. Иисус говорит, вы не знаете, от какого вы Духа, кто наполняет сейчас вас. Очень важно, что постоянно нужно вспомнить даже те слова, которые сказал Серафим Саровский, который перебывал в Святом Духе еще при жизни, что стяжи Дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя. Вот Дух мирен, это как раз, когда в человеке действительно любовь, когда в нем самоотвержение, когда в нем нет гордыни уже, нет самолюбия, тщеславия, эгоизма. Вот как раз эгоизм, самолюбие, тщеславие, гнев, раздражение, ненависть, злословие, злоречь и особенно матершины слова лишают человека Духа Святого. И совесть его обличает, что ты неправильно поступаешь. Очень важно молиться с покаянием. Господи, прости меня за мои поступки. Дух Святой вселесивный, очистенный всякий скверный. Прости меня, Господи. То есть очень важно понимать, что там, где нет Святого Духа, там сатана властвует. И поэтому так важно, чтобы люди, кто чувствует в себе как раз неполноценность, то есть чувствует в себе немощи, гнев, раздражение, то есть страсть, пьянство, даже курение, наркотики и так далее, покаялись, отреклись грехов, приняли Христа и тогда примы Святого Духа и молились Богу. Ну что ж, мы понимаем, что Дух Святой обитает с нами. Он почивает, можно сказать, на каждом человеке. Почивает в церкви, почивает через таинство подается, через святую воду. Он является свидетелем нашей жизни. Конечно. И поэтому, уважаемые телезрители, я призываю вас молиться, обращаться к Духу Святому, потому что Он является в большинстве случаев нашим помощником. Он нам помогает решать наши какие-то трудные вопросы. Да, и когда мысли не можешь понять, ну молитесь Богу, молитесь Святому Богу. Время, к сожалению, вышло нашей программы. В следующей программе мы поговорим о дарах Духа Святого. Ну а сегодня всего доброго, до свидания, до новых встреч в эфире. Храни вас все, Господь. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин